Девушки отдыхают Девушки отдыхают Думать ей приходится и теперь Только над покупкой мебели или даже собственной квартиры А всего-то и нужно было сменить белорусский городок Молодечно в Минской области на королевство в Персидском заливе Точка на карте, но очень жирная с характерным маслянистым отливом Островное государство Бахрейн – один из крупнейших в мире экспортеров нефти, газа, алюминия, жемчуга Выгодная офшорная зона – крохотный ближневосточный рай Здесь можно в любой момент съездить покупаться или в какой-то клуб съездить и отдохнуть То есть ты чувствуешь себя не только на работе, ты чувствуешь себя в курортном месте Конечно же я русский человек, я не стану, опа, я приехала и я стала бахреянкой Нет, но жить именно как качество жизни, нет, наверное, все-таки здесь Буду любить Россию издалека Из всех стран Персидского залива в Бахрейне самый высокий уровень жизни Тут действительно можно жить по-королевски Особенно если тебе повезло родиться в этой щедрой на льготы и пособия стране И напрягаться ты не приучен с детства Ну вот что-то мне нужно отремонтировать там по электричеству или еще что-то Они могут прийти, посмотреть, сказать, у вас проблема Уйти, вернуться через два дня с кем-то еще, еще раз посмотреть, сказать, да, проблема Вернуться там еще через три дня, починить, не дочинить до конца Это общеизвестная практика Я работала, я оплачивала аренду дома, я оплачивала все счета Плюс у меня еще есть какие-то женские обязанности То есть кормить детей, постирать, убрать, отвезти в школу Опять привезти, опять покормить, опять убрать, сходить на работу Ну все, все, что только можно делать Все было на мне А мужчина в это время что делает? Спи Правда О том, как райский остров превращается в необитаемый Зоя Корнилова еще расскажет своим дочерям Это будет долгий и очень непростой разговор Об одиночестве, непонимании, о своем, о женском Но без сантиментов и лишних слез Как и положено настоящим восточным женам Жить ради детей только тоже Я не считаю, что это правильно Когда несчастливая мама, несчастливая даже, простите, таракана в вашем доме Женщина должна быть все равно счастливой Национальная кухня Бахрейна Это густое баранье-рагу или маринованная курица с кускусом Но это пара часов у плиты А дети еще не накормлены Поэтому экспресс-вариант Паста на скорую руку Также стремительно она потом приберется Уложит младших в кровать И будет еще перебирать покрывалые подушки В своем только что отремонтированном доме Как-то грустно, наверное, было в последнее время Все серо Грустно Во всех отношениях Поэтому хотелось чего-то нового Абсолютно нового То есть абсолютно новая квартира Абсолютно новая мебель Я выбрала яркий диван Почему-то салатовый захотела Мне хотелось вот какой-то радости, счастья, наверное Блондинка из Могилева Зоя Корнилова Сегодня успешный в Бахрейне Менеджер по продажам Мать трех детей Состоятельная и очень самостоятельная Восточная жена Ты живешь этой жизнью день за днем Ты растешь детей У тебя нет времени там думать О чем-то другом Ты просто вот идешь день за днем У тебя рутина такая Ну в какой-то прекрасный момент Ты, наверное, так просыпаешься И ты понимаешь, что все-таки я женщина У нее хочется немножко другого отношения какого-то То есть я устала Когда женщина становится сильной Сильнее мужчины То есть она не может находиться в мужчине Который слабее ее И который, как бы, она и за мужчину не считает В принципе Росыпь высоток и ярких огней На пятачке в семь сотен квадратных километров Где-то в Персидском заливе И до Саудовской Аравии Рукой подать Жизнь в настоящем королевстве В середине 90-х она казалась Такой желанной И почти нереальной Но только не для самоуверенной Белорусской провинциалки С 96-го года, мне кажется Уже начали сюда приезжать Русские и белорусские бенды И как бы мы знали, что здесь все секюр И ничего страшного нет И я поехала с людьми, которых я знаю Там с детства, можно сказать Я пела Я пела, я приехала работать с бендом Да, с белорусским бендом Допелась Но поначалу они просто спелись В банкетном зале одного из пятизвездочных отелей Столичной Манамы Она солировала С него был аккомпанемент А еще цветы, романтическая чепуха И такое заманчивое предложение Бросить сцену и заниматься только детьми и собой Об остальном он обещал беспокоиться Он решил, что ему нужно начать свой бизнес И вот этот свой новый бизнес он начинал 20 раз, наверное, если не больше И вот он тебе говорит Зоя, я вот все делаю, чтобы у детей там было будущее Ты вот мне дай какое-то время Я все улажу В конце концов он просто берет и все вот так на тебя скидывает Она все может у меня Она все может Она может решать все проблемы Она может зарабатывать деньги Она никогда ничего не просит Ей не нужна помощь Она совсем справляется сама Ну, все У него все прекрасно Ну, да, вот это вот время у нас длилось Лет 10 И все Ты подожди, подожди Я вот Да Не дождалась я Но долго это, ребята 15 лет Ну, простите Кареглазый итог очень непростых интернациональных отношений Неля, Латифа и Адель Главные ценители ее стрипни Всегда благодарны Им-то не надо объяснять, что мама только примчалась с работы И сама еще не успела поесть и ляжет еще не скоро Так, собственно, было всегда, сколько они себя помнят Не было даже такого, чтобы в конце рабочего дня После всего вот этого трутины Просто прийти, обнять человека И вот так, знаете, энергии набраться какой-то То есть, когда уже и вот этого нет То тогда действительно стоит вопрос, зачем Потом тебя уже начинают бесить А почему? Вот на моем диване кто-то лежит Вот встань с моего дивана Правда, сказать это решаются единицы Остаться без детей, годами судиться Этот страх силен у каждой восточной жены Ну, или почти у каждой У меня позиция Убейся, умри Да, действительно, умри Но детей не остави И он это прекрасно знает, что Я боец, я воин И я буду бороться до конца Я детей не отдам О том, что на карте есть такое государство Бахрейн мир узнал в 1932 году Когда на острове в Персидском заливе Фонтаном забила нефть И на месте рыбацких лачуг Начали громоздиться вышки И многоэтажная недвижимость Тогда же сюда потянулась Европа и США Их инженеры и трейдеры А следом и белокурый западный генофонд Если, допустим, где-нибудь в моле В торговом центре Они сначала за тобой походят Те глазки построят После этого они подойдут Тебя очень так скромненько Спросят там Ну, все-таки нет Это не настолько, скажем, массивно Как в Египте Когда тебя там чуть ли Около магазинов за руки хватает И девушка-девушка Все такое нет Север острова И его элитная насыпная часть Амвадж Почти заповедник С виллами, бассейнами И контингентом под стать Свой дом здесь когда-то был Даже у Майкла Джексона Но стоит отъехать Совсем немного вглубь страны Как тут же обстановка меняется Реагируют очень даже молодые люди Я иногда в машине еду Я уже Лицо прямо И все Я на них не обращаю внимания Свистят, кричат И Да Ну, что обычно кричат Вы хотите сказать Чтоб я правду сказала Они спрашивают Сколько стоит ночь Если могут что-то говорить Я допустим Говорю Пожалуйста Иди маме Своей сестре Так и скажи То же самое Ну, не стыдно Говорю вообще Я мать иду с ребенком Совесть где? В мусульманской стране Мусульманин Говорю Тут нету такого Чтобы затащить в постель Это для Может быть для них Это и цель Но это не идет Как-то так вот Конкретно Все, пойдем Нет Они пытаются завоевать тебя Завоевать Добиться Выиграть Все это было ему Не впервой Коренной бахрейнец Али Хамис Звезда национальной сборной По гандболу Несокрушимый галкипер Один из самых Завидных женихов страны Еще год назад Значит, познакомились Мы с Дим по интернету Так получилось, что Он мне написал Нетипичное Моя сэч Он мне написал по фейсбуку Короче говоря Не могла бы я его научить Рисовать Мне кажется Абсолютно логичное Предложение художнику Я в тот момент думал Открывать ювелирную мастерскую И собирался сам Заниматься дизайном украшений А художественного образования У меня не было И вот мы встретились Наверное через день В кафе И я такая вся Гламурненькая сидела И он заходит И я вот помню его лицо Когда он заходит У него было выражение Лица такое Такое Холодное Такое неприкасаемое Я как-то сразу напряглась Потому что обычно Если парни заходили И видели меня Они начинали расплываться В улыбке А тут нет Понятно, что меня Не только рисование Интересовало Но я просто не хотел Чтобы Алекс Меня сразу раскусило В Бахрейне Она была уже Девушкой заметной В общем Познакомиться с ней Было не так просто Это рейтинг Самых влиятельных Женщин Бахрейна Его эмансипированная Сотня Тут и жена короля И бизнес-элита И наша Россиянка Саша Владелица Собственной Художественной студии Востребованный портретист Я жила в Смоленске В маленьком городе Где В принципе Да Мне было Во-первых Мне было не очень интересно Мне Меня давил этот город Мне было Грязные улицы Не знаю Мат на мате Вокруг Парни Которые Тоже самое Тебя Не оценят Никогда По достоинству Хотелось Чего-то большего Мне хотелось Не знаю Может быть Красивой жизни Более красивой жизни Комплиментов И подарков Все такое Чего я Не видела От русских мужчин Если мы можем так сказать Первой За границей Устроилась Сашина сестра Вышла замуж За американца По работе Его пригласили В Бахрейн И фактурная Блондинка Из Смоленска Тут же Помчалась в гости Проведать родственников И тоже Присмотреться Европейцы Когда они Начинают с тобой Встречаться Они хотят Ну опять-таки Наверное Как бы и многие русские Так хотят На каком-то этапе Сексуальных отношений Им это надо Само собой Да вроде как Если ты серьезная Его девушка То у вас в какой-то период Наступают сексуальные отношения Чего я не позволяла С интимными отношениями На Востоке В принципе Не просто Вот например В Египте Ты можешь подписать Специальный контракт У адвоката При свидетелях И дальше Либо женись Либо Ну просто проводи С девушкой время Так скажем В Бахрейне В Бахрейне Ничего такого нет Не принято В Бахрейне Они никогда не требовали Сексуальных отношений Понимаю Что им наверное Хотелось Но они понимали Если женщина Говорить нельзя Если женщина позволяет Нормально Если женщина не позволяет Никогда не полезут Тебе там Насиловать У нас допустим С мужем У нас ничего не было До свадьбы Аппетитная малышка И ее Хабиби Красавец-спортсмен Эту русско-арабскую свадьбу Мусолил весь местный глянец Обсуждали Сколько было гостей А еще сколько съели И выпили И чего именно В отличие от многих Мусульманских стран Алкоголь тут продается свободно Тем более случается Что без него И правда не обойтись Ее папа Только под конец застолья Привыкнет К абаям И чедрам Разговорится с арабской роднёй Расслабится И скажет уже как есть Мол до последнего Не находил себе места Понятно что старшая Давно с иностранцем Но младшую дочь Он ведь не просто Отпускал за границу А на такой загадочный И все равно непонятный Ближний Восток Эль-Яхаб Жи-и-и Разница с другими Арабскими странами Когда Допустим в том же Египте Женщины русских Часто не воспринимают Как серьезных Они не воспринимают их На одном уровне С арабскими женщинами Здесь нет И женщина женщина Не важно Арабка она не арабка Здесь уважение Очень велико Скажем так К женщинам В какой-то даже степени Я могу сказать что Не типично для арабской семьи Но рулю здесь я Но я не говорю что во всем Нет он мужчина Он все равно глава семьи Но если какие-то моменты Если в арабской семье Жена может выдвинуть это На рассмотрение То здесь нет Давай пойдем туда Пойдем туда И все На востоке семья это главное Может быть Вот это повлияло На наши отношения То что он главный Он добытчик Я хранительница очага Все распределено нормально Я не рвусь на работу Я не хочу брать няню Для своего ребенка Чтобы сделать себе карьеру Или как-то самореализоваться Я считаю что я неплохо Самореализуюсь Будучи женой Матерью Меня все устраивает Главное это устраивает Моего мужа Причем мужа русского Москвичка Татьяна Перепелкина И без арабского брака Стала восточной женой Просто не захотела мешать Карьере своего Андрея Мои подруги Меня отправляли Как в Сибирь В ссылку А я как жена декабриста С мужем еду На Ближний Восток От таких предложений Говорят не отказываются И вот инженер-нефтяник Уже мчит к Персидскому заливу В крупную международную корпорацию Вообще-то в Бахрейне Он только живет А трудится по сатетству В Саудовской Аравии Мне казалось Что здесь небезопасно Опять же потому что Мусульманство Ислам Терроризм Как-то это все Очень часто звучит вместе Тут никогда нельзя сказать В каком городе сейчас находят Нет Это мы все в Бахрейне Нет У королевства Конечно есть столица Манама Но даже местные Не будут врать Где у нее городская черта Весь остров От края до края Можно проехать За два с половиной часа И повсюду Хайвей Развязки Череда эстакад И неумолимый В своем постоянстве Трафик Бахрейн Живет в автомобиле И только к зиме Когда температура Опускается до Плюс 20 Страна вылезает Из-за руля Как мы там страдаем От холода У них те же проблемы Возникают От жары Особенно вот Когда май Июнь Вообще жарко Доходится иногда До 50 Дома ничего Но когда идешь От парковки До школы То конечно Иногда просто Аж дурно становится Когда ты вообще Не будешь И когда ты садишься За руль И тут же Скорости большие Тут В пределах города Разрешенная скорость 100 Км в час Эти скорости Пугают Тем более Не все Рождены Для того Чтобы машину водить Мне всем это нравится Но через Не могу Приходится Пять лет назад Также через Не могу Ей пришлось Паковать чемодан Рассчитываться С хозяйкой Съемной квартиры И целовать На прощание Москву Там на Востоке Мужа нефтяника Ждала прибавка К зарплате Солидная строчка В резюме А ее Королевский метраж В новостройке И ежедневный Восточный колорит Сломается холодильник Они скажут Будет готов завтра Привезут его Через 10 дней Я просто Уже Стараюсь Относиться К этому философски И Не верить тем срокам Которые они дают Самый такой Простой случай Отправил Всем своим Инженерам Значит Запрос Заполнить Какую-то форму Чтобы не заполнить И чтобы Обратно прислали Смотрю свой запрос А я забыл Эту форму Вложить То есть Я послал им Они Увидели Что этой формы нет И никто Ни один Мне Не прислал ответ А что заполнено Где форма То есть Нету формы Нету работы Мы называем это Раздолбайством А у них Это размеренность Жизни Вот и все Они не торопятся Потому что Им некуда торопиться За 5 лет Я конечно К этому привык На самом деле Первый год Я Мебель пинал И Как бы Ну Один же в кабинете Тише Просто психуешь От этого И когда они Что-то мне быстро делают Я даже Удивляюсь Я даже рад Я даже хвалю их Полтора часа На авто И можно Остудить Раскаленный За день Темперамент На крыше Их собственные Многоэтажки По московским меркам Недалеко Надо только Пересечь залив По гранзаставу И вот Один пустынный пейзаж Сменяется другим Вроде бы Таким же Но Более приветливым Жить в Бахрине Это привилегия На самом деле Для тех Кто работает В Саудовской Аравии Потому что Саудовская Аравия Одна из самых Закрытых Стран в мире Где очень много Запретов То есть Одна женщина На улице В Саудовской Аравии Это нонсенс Свинины нету Алкоголя нету Много запретов Ну поэтому Мы Мы Это решили Жить здесь Так Нам более Более комфортно Тот самый комфорт С ресторанами Кафе Променадом В местной лагуне Блондинка На самокате Василиса И ее родители Самая заметная Во всей округе Семейства Русскоязычный Бахрейн Он в принципе Небольшой И пяти сотен Человек Не наберется Большей частью Это высококвалифицированные Трудовые мигранты Их жены И дети Люди Образованные Тактичные И даже деликатные Я не буду Надевать Декольте И на самом деле В торговых центрах Требования Ну просьба Такая Посетить Линцам Избегать открытых Каких-то Вырезов Декольте Шорт Да Я настолько привыкла Что женщина Должна немножко Прикрывать И оставлять Место для воображения И для загадки Что когда я возвращаюсь В Москву Я все равно Уже не могу позволить Себе Какую-то Открытую одежду Потому что я считаю Что это Неуместно И этот Восточный уклад Всех членов семьи Абсолютно устраивает Ну или Перепелкины с ним Просто свыклись Мы поженились И через 4 месяца Мы приехали сюда То есть Как бы наша жизнь Семейная Сложилась В Москве Мы не знаем Здесь мы живем В достатке И может быть там Я не знаю Может быть было Как-то И по-другому Но Здесь Все хорошо Мы очень Дорожим Своей семьей Тем что мы имеем Тем что мы Друг у друга есть Мы друг друга поддерживаем И мне очень часто Может говорить Про то что Я не знаю Как я бы здесь жил И работал Если бы рядом Не было тебя Это мы сейчас Заезжаем на мост Который соединяет Бахрен и Саудскую Аравию Мост платный Стоит 2 динара В один конец 2 динара Это 5,5 долларов Или добрая порция кебаба Многие готовы платить Даже просто так Чтобы поглазеть На главную достопримечательность Персидского залива Мост Короля Фахда Колоссальное 25-километровое Сооружение Ранним утром И вечером Крайне загруженное Иногда Во время Детских каникул В Саудской Аравии И по 3 часа На 1 месяц Стоишь Там Они Всей толпой Едут Полные машины Дети Женщины Приходится Очень много Времени Тратить На дорогу Сложно Детских заведений Об этом Конечно Не говорят Но все знают Что девушки Из России Казахстана Украины Регулярно Ездят В Бахрейн На заработки Причем Тайно Даже От своих Семей Звонил Мне муж Он плачет И говорит Что моя жена Поехала работать В супермаркет У него же детей есть Их мать Поехала Чтобы работать Сделать Для них Лучшая жизнь И получилось Что она Была обязана Работать Как проститутка И В тюрьме Сейчас Угрожает На 10 лет Официально Проституция В королевстве Вне закона Срок заключения До 10 лет Но предложение Поддерживает спрос Не ослабевающий В этом адвокатском бюро Сейчас 14 дел Наших соотечественниц Причем Половину из них В раскрепощенный бизнес Завлекли обман Действительно Обещали работу В супермаркете А на продажу Пришлось выставлять себя Денег с клиенток Адал Матрук Не берет Если не он То кто же еще Им поможет И когда пришел Басоль Как они мне Рассказали Он им говорит Ничем Приехать Похреть Но это не ответ От Басоль Должна Россия Относится к этому Очень серьезно Это же Свои граждане Несмотря на то Что эти девушки Приехали работать Они простые люди Все говорят Вот Понаехали Европейки Русские Все плохие Все там Грешницы Заходишь в женский туалет К примеру Заходит женщина Из Саудовской Аравии Которая полностью закрыта Которая Ну кажется Ну мусульманка Мусульманка Садится на пол Как мужик Задирает Ча-другой Курит Если мы там допустим Курим Мы курим Ну мы одеваемся Как одеваемся Мы одеваемся Мы выходим Там в бар Допустим Мы можем там Выпить Мы это делаем Мы не прячемся Но вы делаете То же самое Только за закрытой стеной Вот и все Поставь сиди туда И закрой Эту тарелочку Ну все Сейчас смотри Вылезет Такой на экран Окошечка И там это Нажми самое первое Сделай клик С этого года Ребенок пошел В первый класс И возвращается Один домой И поэтому Да мы с мамой Вот проводим Полтора часа Пока не вернутся Остальные дети На телефонной конференции Вот так у нас Уроженка Могилева Зоя Корнилова Свой день начинает В половине шестого утра Надо собрать детей В школу Про завтрак не забыть Успеть на работу Потом за продуктами И вечером тоже Не минуты покоя Она ведь тут Одна на всех А то я саму понимаю Я вот чувствую там У меня сын прекрасно понимает Что иногда я могу Устать на работе Там у меня будет месяц Очень тяжелый Или что-то И я вот без настроения Или еще Скажет Мама Ну иди ты с девочкой Ну выпей ты уже вина Ну иди Иди тебе надо Иди выйди Ну иди потанцуй Иди То есть Вот вам Мусульманский пример мужчин Мама Иди Я положу девочек спать Мы покушаем Что ты переживаешь Слово развод Его кто произнес впервые Я 15 лет совместной жизни Трое детей Такое глянцевое благополучие И ежедневный быт За границами Отретушированного кадра К слову Почти невыносимый Когда европейский характер Сталкивается с неповоротливым Восточным менталитетом Я устала И это было не так просто Что вот давай разведемся Это было очень долго Мучительно То есть я пыталась С ним разговаривать И что у нас Тобой наверное скоро все Лучше вообще ничего не надо Потому что так не может быть Я не могу одна Работать на семью В семье должно быть двое Пока ты была в браке Муж руку поднимал Такое случалось? Поднимал За что? Как за что? Как-то так И не за что Можно было сказать Тут его слабость Что как мужчина Он не умеет себя контролировать И там Не может так говорить Как я То есть я-то могу Все логически Фактами просто Есть язык Можно бить языком Ты ревела? Ты ревела? Я ревела Я ревела не от боли Я ревела от злости Я ревела от злости К самой себе Потому что я чувствовала Что в это время Все равно я его люблю Все Посиди Посиди сюда Посиди сюда Посиди сюда Добро пожаловать Мы режем Вот так И только однажды Она чуть не дрогнула При мысли Что этой благостной картинки В ее жизни может не быть Когда Зоя начала разговор О разводе Муж Пригрозил отобрать детей Немножко касается Дела развода И тебе кажется Что ты живешь С европезированным человеком Ты никогда не будешь С европезированным человеком Где бы он там не рос Как бы он не воспитывался Когда тебя что-то обижает Он Ага А я вот да По закону По мусульманскому Ты вот должна так А ничего я тебе не должна И какие бы у вас Мусульманские права Тут не были Я просто Требую своих Человеческих прав И не забывайте Что есть суд В Европе По правам человека Наешься Мама А я хочу Это Трубочку Да А торт Мама Я человек Я имею право жить Я считаю Что за 15 лет Я отдала тебе Всю свою жизнь Всю свою молодость Все свое здоровье Я делала все Все что только можно И теперь я хочу жить Да Так как я хочу Для себя Я имею право Я человек Вот и все С этим человеком Я жить не хочу И не буду И никто Меня не заставит Сделайте Что хотите Вот что я Сказала в суде Поразительно Но суд Прислушался К этой иностранке А потом И бывший муж Согласился Что так играючи С детьми С детьми Сможет справиться Только она Родина Элеонор Истаневич Тоже Беларусь И на острова Вахрейна В начале нулевых Ее тоже привела музыка И неумолимое Женское чутье Я жила Я жила в общежитии Я посмотрела на людей Которые уже там за 40 И по 45 Они живут Муж и жена Двое взрослых детей В общежитии И мне просто стало страшно Думаю Неужели и меня такое ждет Я даже еще не знала Смогу ли я поехать Или не смогу Но меня вот это Просто подтолкнуло Думаю Надо искать каких-то друзей Надо искать какие-то связи Потому что так жить нельзя Сегодня в Манаме Лучшего педагога по фортепиано Не найти Расписание день от дня Только пухнет А начинала она по старинке Как и все музыканты-мигранты С пятизвездочных отелей И дорогих ресторанов Отличие было только одно На родине Элла оставила Новорожденную дочь И бывшего уже мужа Так получилось Что в процессе развода Я узнала, что я беременна Поэтому получилось Что он практически не растел То есть там Первое время он навещал Когда я была здесь в охране Но потом все Все связи прекратились Десять месяцев я побыла с половиной Уже все Душа прорвала назад Я боялась вообще Самое страшное Я боялась, что она меня забудет Материнское чувство Это какое-то сумасшествие То есть можешь наброситься На ребенка и испугать Я себя совсем Так, пускай она ко мне Первый подойдет А я себя уже Настраивала на это Чтобы не было стресса Но она сразу пошла на руки И я успокоилась тоже Ее Ксюша сегодня 15 И этот выжженный вид за окном Уже роднее белорусского полесья Свои недорогие двухкомнатные апартаменты Станевичи снимают за несколько десятков километров От центра столицы В простеньком типовом районе Где не встретишь белого лица Зато недорого И главное Мамина школа Недалеко А роскошь и лоск Это прежде всего Ощущения Которые на Востоке Доступны любой Даже одинокой женщине Здесь чувствуешься женщина Вот Ты чувствуешься Что на тебя взглядаешь На тебя обращают внимание Чтобы с тобой Может любой заговорить То есть когда ты приезжаешь Назад в Беларусь Ты понимаешь Что взгляды мертвые И вообще никто Ну как Вообще Что случилось С мужским населением Здравствуйте Привет Кусочек родной Беларуси На Бахраинской земле Такие же друзья-музыканты Трудолюбивые мечтатели Не побоявшиеся когда-то Персидского пекла И трудностей эмиграции Вторая семья Этой очень самодостаточной Восточной жены У меня нет такой самоцели Вот кого-то искать То есть если я встречаюсь С кем-то Хорошо То есть где-то Какое-то знакомство происходит Было какое-то одно время Мои коллеги все время Хотели меня замуж отдать Ой-ой-ой Надо замуж Надо мне Какая-то вот самоцель Ну я как-то в этом году Вообще успокоилась Думаю На все воля Божья Думаю Как будет, так и будет У меня работа любимая У меня есть чем заняться То есть я настолько занята Что мне Как-то вот Особенно просто не время Не до мужчин Она проверяла контакты Считала деньги Толком не спала И так почти неделю И навстречу с продавцом Своего долгожданного холодильника Элеонора Станевич Поехала засветло Но это Восток И что-то опять пошло не так Короче мы попали В какую-то засаду Я так поняла Или шииты жгут колеса Или случилась Очень сильная авария Мусульмане, шииты Настоящая гроза И без того Непростого трафика Бахрейна Гора пылающих колес Посреди автострады Привычная форма протеста Вот уже пять лет В 2011 году В Сполохе Так называемой Арабской весны Задели И это Ближневосточное государство Мне в какой-то момент Было даже страшно Потому что Когда ты видишь Очень много Танков на улицах И военных машин Наставлены на тебя Дул автомат Потому что они Там проверяли Каждую То есть Все время был такой страшный Мусульмане, шииты Требовали послабления В налогах И больших политических свобод Почти три тысячи демонстрантов Оккупировали тогда Жемчужную площадь В центре столицы Волнения были подавлены За месяц Силами королевской армии А также военными Из Эмиратов И Саудовской Аравии Считается, что шииты Это более низкий слой Общества здесь В Бахрейне Нет, есть богатые шииты Но все равно Как-то в большинстве случаев Это будет либо Среднестатистическая семья Либо бедная Суниты же всегда богатые Ислам сунитского толка Исповедует Вся королевская семья А вместе с ними И политическая И финансовая элита страны Не надо объяснять Почему районы Их религиозных оппонентов Шиитов Так красноречивы В своей бедности Мы жили в другом районе И у нас прямо через дорогу Был шиитский район И как раз в один день Начались волнения А Таня как раз только Устроилась на работу Я за нее очень испугался Сел в машину В общем, поехал за ней Чтобы встретить ее с работы А дороги были все Перекрыты А значит, этими Мусорными баками Какие-то Палки Камни Эти дикие Арабы стояли С этими палками Мы приехали домой И я говорю Завтра на работу Ты не идешь Американское посольство Отзывало Своих граждан Отсюда Британское Было какое-то Такое Обострение Сейчас же нету Таких крупных Митингов Волнений Башню С жемчужиной Снесли Чтобы ничто Не напоминало О тех событиях И сейчас все уже Более-менее спокойно И только здесь В центральной мечети Бахрейна Все религиозные Противоречия Кажется, затихают Молкнут В раскатистом Речитативе Муэдзина Святыню Аль-Фатих Отстроили в конце 80-х годов Прошлого века Совершать намаз Здесь могут Сразу 7 тысяч человек Конечно Одна из крупнейших Мечетей в мире Поражает даже Самых эмансипированных Восточных жен Конечно же Ни о каком Конвертировании В мусульманство Речи вообще Не шло Ни с одним Моим мужчиной Как бы здесь Ни с одним парнем Здесь никто Тебя не заставляет В этом плане На себя бывший муж Пытался платок надеть? Нет Не пытался Это было бы говорено Сразу Я один раз Померила Сказала Боже Никогда в жизни Не видели Красивее Вот в платке Чем ты Я сказала Вот я повернулась И сказала Посмотрели Запомнили Запомнили До свидания Больше не увидите Это не Саудовская Аравия Где это обязательно Это Багарин Он очень открытый Здесь мультинациональная Просто страна И здесь настолько Нет зашоренности Скажем так В ислам Мне кажется Это лучшее Что мы можем Предложить детям Не навязывая Ни одну из этих Религий Скажем так Своей личной религией Александра Хамес Называет Живопись И пока Собственных детей У нее нет Краски и кисти Она раздает Малышам Из других Интернациональных Семей Большинство К сожалению Сейчас Багаринских Родителей Пока еще О творческом Развитии детей Не так заботятся Они считают Что это Не надо Пока это Не пригодится Это Кому пригодится Рисование Тем не менее Спрос на Сашины Занятия есть Особенно если Мама У детей русская Все-таки Дети Родились здесь Дети начали Учебу здесь И для Их менталитета Для их Жизни Образа жизни Это Будет большой шок Поменять страну Допустим На тоже Белоруссию Европейскую Ну и естественно Еще такой аспект Что Да Одна Я их там Так не потяну То есть Все-таки Зарплаты разные Наешься Мама А я хочу Это Что еще Время для себя У нее появляется Только когда Сын и дочки Уже в постели И можно Не торопясь Принять ванну И наконец-то Помолчать Как и героиня Ее любимой книги Булгаковская Маргарита Зоя намажет руки Кремом Придирчиво Оглядит себя В зеркало И будет готовиться Ко сну Может она бы Тоже хотела И на метлу И к Воланду На бал Но спать Остается Несколько часов А завтра Снова надо Становиться Обычной мамой Вот сейчас Появление Рядом Какого-то мужчины Ты допускаешь? Допускаю Почему нет? Буду очень рада И я знаю Что я сумею Объяснить это Своим детям И они должны Чувствовать себя Абсолютно комфортно С этим человеком Если этого не будет То не будет И его Поэтому Если такое чудо Придет в наш дом Мы будем рады Откроем дверь Продолжение следует И вместо Послесловия Это самая Удивительная Достопримечательность Королевства Древо жизни Одинокая акация Посреди безысходной Бахрейнской пустыни По преданию Именно здесь Находились Библейские сады Эдема И вот Каким-то чудом Без воды И удобрения Ветвистый Исполин Зеленеет Уже Четыре сотни лет Говорят Приезжают сюда Чаще всего Женщины Видимо Передохнуть И просто Набраться сил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok